МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подвели итоги. В Бобруйске прошло собрание городского актива. Мы не можем сдавать позиции. Каким будет новый 24-й? Опасная стихия. Ближайшие районы затянуло дымом. Стопка горит у нас! Быстрее приезжайте! Кто не уследил за спичкой? Уложить на лопатки. В городе прошел 44-й республиканский турнир по греко-римской борьбе. За первое место здесь приславится разряд кандидата мастера сборка. Какие бонусы у победителей? А также продовольственный топ, правила приема и денежный плюс. С февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. Сколько прибавится? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко в преддверии профессионального праздника вручил дипломы и аттестаты 12 ученым. Среди них заслуженные исследователи физико-математических, технических, химических, медицинских, исторических и политических наук. Аттестаты профессора вручены 9 ученым. Всем после торжественной церемонии Александр Лукашенко предложил поговорить открыто на главные темы. А это и развитие страны, и вклад, который может и должно внести ученое сообщество. Мои пожелания вам и на путь тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, в учебных классах. Это я больше говорю нашим начальникам, которые здесь присутствуют. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома. Президент убежден, от достижений ученых напрямую зависит не только наше благосостояние и качество жизни, но и фундамент государственности. Изобретение нужно поставить на службу экономики, заявил президент. Нельзя допускать, чтобы открытия оставались на бумаге. Они должны приносить пользу людям и стране. Традиционная встреча. В Бобруйске прошло собрание городского актива. Обсудили ушедшие 23-й, поделились планами на 24-й. Курс на повышение качества. Юлия Вернер узнала, где будут сосредоточены усилия. Сразу после торжественной части к делу. 23-й принес Бобруйску очередные достижения. За январь-декабрь результаты реального сектора города в отраслях промышленного производства, розничного товарооборота, продажам превзошли среднеобластные показатели. Зарплата выросла более чем на 350 рублей. Бобруйск уверенно встретил год качества. Мы не можем сдавать позиции. Ведь слава наших предприятий, качество их продукции продолжается еще с советского периода. Государственный знак качества Советского Союза был присвоен нашим старейшим предприятиям. Уверен, что бобруйские промышленники продолжат славные традиции и будут в числе обладателей уже вновь утвержденного государственного знака качества. Весь год активно велась работа по импортозамещению. Объем превысил 100 миллионов долларов. Половина отправилась на экспорт. Кроме того, особое внимание инновационной продукции. Ее доля достигла практически 15%. Главный девиз – качество. Мы пользуемся только одерихом. Мне почему-то это нравится. Все больше оно на экспорт идет, насколько я наслышана. И по качеству, ну я не знаю, лучше, наверное, нет масла. Даже не уступают тем же бреву итальянское, там оливковое. Нет. Мы перешли полностью на одерихо, нерафинированное масло. И рафинированное тоже хорошо. На нем, кстати, безопасно очень готовить. Первое, что приходит в голову – красный пищевик. Это качество, в первую очередь. Что продукты питания, что косметика, что ткани, по крайней мере, ну вот это вот все. Поэтому я думаю, что и за пределами Белоруссии нас ценят за это. Сфера образования также радует хорошими результатами. В прошлом году 5-11-классников поступили в вузы без экзаменов. По результатам университетских олимпиад. Не переставали развиваться и педагоги. Но нет предела совершенству. Прежде всего, это работа по кадровому обеспечению от поваров до педагогов. Организация питания в учреждениях. Аттестация педагогических работников, особенно дошкольных учреждений. Сила, выносливость, закалка. Не обошлось без покорения спортивных олимпов. В прошлом году бобручане привезли в родной город 52 медали. По 18 золотых и бронзовых, 16 серебряных. Ближайшая перспектива строительства грибной базы и физкультурно-спортивного комплекса. Все для занятий спортом. Спортом только приходите. 2024 год качества откроет как для Бобруйска, так и для Беларуси новые перспективы. Не за горами очередные рекорды и достижения. Стремление к цели, трудолюбие и упорство помогут добиться высоких результатов. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360. Случайность или неосторожность? В Бобруйском районе на неделе сгорели постройки. В начале 11 вечера 22 января жители деревни Виноградовка сообщили о пожаре хозяйственного здания. Сотрудники МЧС без промедления выехали на вызов. По прибытии спасатели обнаружили открытое горение. Хозяева находились на улице. Стихию быстро укротили. Уничтожена кровля, повреждены стены, потолок и некоторые имущества. Пожарную деревню Виноградовка, дом 28. Стопка горит у нас. Быстрее приезжайте. В ночь на 26 число жители агрогородка Горбацевичи сообщили о возгорании сарая. На месте происшествия спасатели быстро расправились с пламенем. Частично повреждены кровля и стены постройки. Причины пожаров устанавливаются. Купля-продажа, минус за окном и увеличение показателей. Поставки Белгоспищепрома в Китай за год приросли на 70%. Какая продукция в фаворитах? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. С февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. Средним плюс к общей сумме 80 рублей. На первого родители будут получать 724, на второго и последующих 828. На детей с инвалидностью почти 932 рубля. Размер выплат зависит от среднемесячной зарплаты по стране за квартал и пересчитывается два раза в год. Поставки Белгоспищепрома в Китай за год приросли на 70%. В топе позиции кондитерские изделия, алкогольная продукция и рапсовое масло. Республика активно продолжает открывать различные направления. Мексику, экваториальную Гвинею, Новую Зеландию. В год качества концерн планирует нарастить экспорт до 500 миллионов долларов. По информации Минобразования, выпускники, окончившие школу с медалью или колледж с красным дипломом, смогут поступить без вступительных экзаменов на профессии, востребованной экономикой. Сейчас в списке 53 специальности, однако скоро он будет расширен. Новые правила распространяются на региональные вузы. Отечественные банки смягчат правила приема иностранных купюр. 17 учреждений и 3 финансовые организации подписали соответствующее соглашение. С 1 февраля банкноты с надрывами, видимыми пятнами и свечением под ультрафиолетом можно обменивать. На такие уступки пошли, так как вышеперечисленные признаки носят массовый характер. Низкие температуры вернутся в Беларусь на ближайших выходных. 27 января ожидается мокрый снег. В некоторых районах возможен туман и гололедица. Столбик термометра будет колебаться от минус 1 до минус 10 градусов. Днем от минус 4 до плюс 2. По прогнозам синоптиков, в следующей неделе начнется сухой погоды и умеренных морозов. Обычная история для конца января. Ежегодно в стране с октября по апрель отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. В настоящее время интенсивность эпидемического процесса ОРИО оценивается как средняя с тенденцией к увеличению. Регистрируются и случаи гриппа, подтвержденные случаи гриппа, другие заболевания, ларингиты, фарингиты, риновирус. Ну, в целом, основная масса – это, конечно, вирусные инфекции. Ломота в теле, в суставах, слабость выраженная. Бывает сухой кашель, першение в горле, насморк, головные боли. Грипп легко распространяется от человека к человеку при кашле или чихании. Лучший способ профилактики – не только вакцинация. В топе – гигиена рук, систематическое проветривание, прогулки на свежем воздухе. Спортивный дух. 44-й республиканский турнир по греко-римской борьбе прошел в Бобруйске. Традиционно состязание посвящено памяти генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова. Участники – юноши 2007-2009 года рождения. Всего 196 человек. В городе собрались гости со всех областей, плюс 11 училищ Олимпийского резерва. За первое место здесь присваивается разряд кандидата в мастера спорта. Надо реализовывать себя как-то и выплеск энергии, и это преодоление себя, и формирование личности. Победителям турнира присваивается разряд кандидат в мастера спорта. И это не единственные бонусы. Занятия греко-римской борьбой укрепляют юный организм и позволяют развить скорость, силу и быстроту реакции. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!